Здравствуйте, с вами Степан Арвеладзе. Вслед за девочкой, которая поет, как будто бензопила во время месячных, и харьковской Бритни Спирс передача «Украина. Майя таланта» дала нам еще одного гения. В этот раз это одесский тупак Шакур. Блин, хотел бы я, чтобы у меня была кнопка, которая прогоняет всяких бездарных педиков со сцены. Впрочем, нет, не нужна мне кнопка, потому что я не хочу, чтобы со мной разбирался реальный гангстер из Одессы. Ну и чем же вам не понравилась моя музыка? И чем же вам не понравилась моя музыка? Я жду аргументированной критики. Нет-нет-нет, я это просто так не оставлю. И что, как вы думаете, он сделал после всех этих угроз? Завалил всех этих мудаков, которые унизили его в эфире? Оторвал тёлке, что была в жюри голову, и засунул её в рот той, что была за кулисами? Или, может быть, снял 22 тупых видео на мобилу и потом выложил их на YouTube? Да, в общем-то, последний вариант. Но больше всего меня радует даже не сам этот чувак, сколько мнений его родителей. Он пишет такие тексты, он привёл нам несколько текстов с английского на русский. Мама читала, она говорит, это что-то на уровне Высоцкого и даже может быть и выше. Чего? На уровне с Высоцким или может быть даже выше? Вообще, я думаю, что они низко берут. А надо было сравнивать с Иисусом. Я и завернусь! Тем временем в Воронеже на детском празднике выступала группа, название которой я, к сожалению, не знаю. Так же, как и считают ли их родители пацанов новыми Битлз. И закончилась твоя сессия, ты мечта моя и депрессия. Чтоб её убить, стереть миром, грань, мне теперь курить по глупную дрянь. Сколько лет у них без любви росла, для людей чужих тебя берегла, не догонит грамм. Лишь не полно пас, плечевая прям, люди только часто скачат. Лишь держит только... А чём они поют вообще? Какие напасы, какая дрянь! Это же концерт для детей! Причём, ладно бы это была агитационная песня про то, что курить плохо, но это просто песня о том, что дрянь плохая выросла. Проще все мои недовольства этим выступлением не касаются Леонида. Вообще, больше всего меня смущает надпись «Воронеж. Столица счастливого детства». Аморогну просто жут, что рис урага. Через мокрый только дуть, чтоб подрия пила. Но что счастливое в детстве, в котором трава держит лишь только час? Или счастье в том, что их после выступления не забрали на 10 суток? Единственный плюс этого шоу, это, конечно же, Леонид. Я думаю, что ему надо открыть школу брейк-данса, а плохих учеников скидывать со скалы. Потому что Леонид... 300 спартанцев. Поняли? Да, я отстой. Не знаю, что меня может спасти. Леонид, покажи им класс. Вот чья не хватало выступления у Максима Доши. Ну и последним певцом на сегодня станет Олег Ломакин. Тянутся усталые трамвайи Потухающие дома. Только я глаза не закрываю И приходит в густы тьма. Ути-пути какой милый, какой хорошенький, какой маленький. Пидор! Многие скажут, какого черта ты говоришь такое про ребенка? Но черт возьми, кто его родители? Борис Моисеев и Сергей Пенкин? Если серьезно, то по-моему ему не помешает стать немного мужественнее. Попить Балтику 9, поносить тельняшку. Хотя нет, тельняшка у него уже есть. Кстати, под этим видео я увидел много положительных комментов. Мол, пацан, ты талантливый парень, продолжай в том же духе, а это все хейтеры. Но я просто не знаю, кто может это поддерживать. Хотя нет, знаю. А, мальчик, милый, закинь ножку на ножку. Потухаешь, не дома. Да, теперь, а Галя, прищачка, одень солнечные очки. По французской стороне, на чужой планете, Предстоит учиться мне в университете. До чего тоскую я? Не сказать словами. Плачешь, милые друзья. Дорогие мои фанаты и фанатки, Я зарегистрировался в ВКонтакте. Я называю себя, Моя самима называется Олег Ломакин. Поэтому заходите, Добавляйте мне в друзья, И давайте общаться. Уже бегу, уже бегу. То, что-то кони мне попали Привередливые И дожить не успел Мне допеть Не успеть С вами был Степан Арвеладзе И вы можете поучаствовать в моем шоу. Для этого вам всего лишь надо зайти на мою страничку ВКонтакте И скинуть ссылку на какой-нибудь баянисты Или не очень видео.